Здравствуйте! Во второй половине августа я приглашаю всех вместе со мной поехать в Кейптаун, Южноафриканская республика. В Кейптауне, с самой южной точки Африки, мы увидим и китов в океане, котиков на лежбище, пляж с пингвинами, исторический форт Доброй Надежды, построенный голландцами в конце 17 века и сохранившийся в первозданном виде. Посетим винную дегустацию, самый южный в Африке ботанический сад. И узнаем много об истории Южноафриканской республики, потому что среди других мест посещения будет и остров Роббен, где была политическая тюрьма, в которой 18 лет провел Нельсон Мандела. Основной упор у нас будет на природный туризм, киты, пингвины, котики и винная дегустация. Все, увидимся в Кейптауне! Добрый день, дорогие друзья! С вами я, Егор Яковлев. Рад вас приветствовать на своем канале «Цифровая история». И сегодня мы продолжаем легендарный цикл «История России. Главное» с Кириллом Борисовичем Назаренко. Здравствуйте, Егор Николаевич! Здравствуйте, наши уважаемые зрители и слушатели! Ну что, в прошлый раз мы говорили о складывании крепостного права, подошли к XVII веку, но не перешли в него. Нет, мы подошли к моменту того, когда крепостное право вышло на свой пик развития юридического. Юридически крепостное право в 1649 году, напомню, в соборном уложении было зафиксировано путем отмены срока сыска беглых. То есть, сыск беглых стал бессрочным. И считается, что в том моменте крепостное право достигло своего классического уровня. Но апогея оно достигает позднее, в XVIII веке. Но еще надо сказать, что в конце XVII века, в 1675, в 82, в 88 годах издавались указы о праве помещиков продавать крестьян без земли. Что явно ухудшало положение крестьян. Но потом понадобился еще один указ 1714 года, который наконец-то приравнял крестьян к холопам. Надо вспомнить, что до этого у нас юридически были две разные категории. Холопы, лично зависимые люди. Но которые могли, это были в основном кабальные холопы, они могли выкупиться из кабалы, вернув долг, который они брали. Но во многом это могли быть и формальный долг. То есть, например, жалование за три года оформлялось в виде долга, который фактически наемный работник отрабатывал, но в рамках холопских отношений. Потому, что феодальная эпоха практически не знает свободного найма. Феодальная эпоха тяготеет в трудовых отношениях к разным формам личной зависимости. И холопство кабальное было такой формой, которая с одной стороны являлась личной зависимостью, с другой стороны в виде кабального холопства могли оформляться трудовые отношения именно найма. Ну, и вторая категория – крестьяне, которые считались прикрепленными к земле, а не к помещику. С 1714 года крестьяне и холопы уравниваются в том плане, что и те, и другие прикреплены к помещику, но при этом холопы начинают платить налоги. Хотя до этого холопы налогов не платили. И таким образом все наше крестьянское население сливается в одну такую крепостную массу. Ну, и петровские реформы, которые были направлены на строительство регулярного, полицейского, абсолютистского, ну, это практически синоним в данном контексте государства. Эти реформы привели к тому, что сословные рамки крестьянского сословия и других сословий оказались более четко выраженными. Петр начинает активную борьбу с так называемыми бродягами или гулящими людьми, которые не были встроены в жесткие рамки сословной системы и которые, ну, собственно, являлись, видимо, чем-то вроде предпролетариата. Есть такой термин. Ну, те же бурлаки на Волге и на других реках. Они представляли собой такую категорию в значительной степени. И с ними удалось справиться. Государство к середине XVIII века гулящих людей практически ликвидировало. Либо вытеснив их на какие-то совсем дальние окраины типа Дона, либо включив их в сословные структуры. Есть такой известный роман советского писателя Чапыгина «Гулящие люди». Да. Популярный в оные годы. Ну, и это, конечно, эта прослойка воспринималась государством, прежде всего, как опасная с точки зрения социального протеста. А вот такой вопрос. Крестьяне бежали? Крестьяне бежали. Куда? Но надо понимать, что с побегом крестьян вопрос был очень сложный. Дело было не только в том, что нужно было бежать, как из нацистского лагеря, предположим. Преодолеть проволоку, охрану и скрыться в лесу. Проблема была в том, что крестьянин лишался средств существования. Когда он осмеливался на побег, и дальше вставал вопрос, что же он будет делать. Но эта проблема была не только Россия. В целом, ряде европейских стран. Там, где эксплуатация крестьян была особо сильной, возникает разбойничество. Особое социальное явление. Это и Балканы, и Южная Италия, отдельные регионы Испании. Ну, в принципе, можно там довольно много. Даже Шотландия горная. Разбойничество становится такой формой, с одной стороны, социального протеста, с другой стороны, формой выживания людей, которые порвали связи со своей социальной средой. И характерно, что разбойники, понятно, что они пользовались поддержкой пассивной местного населения. Но как только местные власти ловили, вешали очередных разбойников, ссылали их на галеры, тут же появились новые разбойники. И это явление столетиями было присуще отдельным регионам. То есть, разбойничество и в России существовало, но оно не доходило, может быть, до таких масштабов, как на Балканах или в Южной Италии. Ну, потому что еще и абсолютистское государство у нас было покрепче, и оно более эффективно боролось с разбойниками. Но, в принципе, это была одна из таких форм. С другой стороны, можно было бежать на окраины. Скажем, Сибирь формально крепостного права не знала. И можно было уйти за Урал. Но, опять же, уйти за Урал можно было, но нужно было чем-то питаться в дороге. Ну, допустим, хорошо, там как-то можно было добраться до Сибири. Но дальше нужно было создать новое хозяйство. Нужно было несколько лет расчищать лес, что-то сеять, на что-то жить, где-то брать рабочий скот. И это было серьезной проблемой. Можно было бежать к казакам. Но казачьи общества в конце 17-го, начале 18-го века демонстрируют тенденцию к замыканию в себе. И они уже не принимают гулящих людей. И казаки постепенно встраиваются в систему сословно-абсолютистского государства в качестве особого военнослужилого сословия. И уже вновь прибывшие на Дон становятся либо батраками у более-менее богатых казаков. Либо занимают, собственно, вот эта вот голытьба казачья. То есть, такие бедные казаки, которые в свое время могли заработать основной свой капитал набегами на турок по Азовскому и Каспийскому морю. Азовскому, извините, и Черному морю. И по Каспийскому морю на персов за зипунами ходить. Но по мере строительства крепости в Азове русской эти промыслы начали сходить на нет. Потому, что русское государство не было заинтересовано в бесконтрольных набегах, которые провоцировали Османскую империю. Которые составляли проблему для дипломатических отношений. Мы, кстати, любопытны, что у Османской империи была ровно такая же проблема в Северной Африке. То есть, алжирские пираты, это, в общем-то, аналог наших казаков. Тут сейчас современные работы по истории этого явления показывают, что масса механизмов была абсолютно такими же. В частности, взаимодействие Стамбула и алжирских каких-то гаваней. Точно так же эти алжирские пираты пытались в Стамбуле доказать, что они борцы за веру. Они бескорыстные борцы с неверными. Также наши казаки, естественно, борцы за веру против мусульманского какого-то объединения под эгидой Османской империи. Но, фактически, они пытались получить, что алжирцы в Стамбуле, что донские казаки в Москве, какие-то материальные бонусы, жалования, получить прощение своих грехов и снова приниматься за старое. Ну, а время от времени, когда большая война разгоралась, и Османская империя этих алжирских пиратов использовала на море, и русское государство казаков использовало на суше и на море, и это были прямо действительно параллельные такие реальности. В общем, любопытно, что, естественно, что никто не уподоблял в Москве и в Стамбуле наших казаков каких-то их разбойникам из Алжира или, скажем, наших борцов за веру из Алжира каким-то неверным разбойникам с дона, но механизмы взаимодействия были одни и тир. Но, повторюсь, что казачество начинает замыкаться в своих рамках в начале XVIII века, и государство этому активно способствует, возможности бежать на дон становится гораздо меньше. Но, в целом, у нас нет надежной статистики, ну, скажем, побега в кресте в XVIII веке, у нас вообще надежной статистики, крайне мало, и есть только какие-то оценочные суждения. Но, если брать в процентах, то, конечно, на побег решались незначительные, меньшинство решалось, и в основном крестьяне, если говорить о социальном протесте, вот здесь уместно вспомнить о другой форме социального протеста, до восстания мы еще доберемся, но я бы хотел процитировать записки одного помещика, но он был беспоместный, был офицер русской армии, женился, получил в приданное примерно 70 душ и решил упорядоченно управлять поместью. Время Екатерины II. Ну, и разочаровался. И написал такой текст, в котором охарактеризовал своих крестьян. Едва ли не все холопьи и крестьяне в должности к Господу Богу не знают, и в церковь для молитвы не только в свободное время, но и в великие праздники ходить в положенные посты говеть и исповедоваться не любят. Должности к государю и общей пользы не только не внимают, но и подумать не хотят. Леность, обман, ложь, воровство, будто наследственно в них положено. Пьянство, лакомство, суеверство, примечания, шептуны – лучшее их удовольствие. Но это еще не все. Еще эти люди господина своего обманывают притворными болезнями, старостью, скудостью, ложными воздыханиями, в работе леностью. Приготовленное общими трудами крадут, отданного для сбережения прибрать, вычистить, вымазать, вымыть, высушить и починить не хотят. В приплоде скота и птиц от неприсмотру помаря, вымышляя разные случаи, лгут. Определенные в начальство в расходах денег и хлеба меры не знают, остатков предбудущему времени весьма не любят. Будто как нарочно стараются в разорение приводить. И над теми, кто к чему приставлен, чтобы верные в свое время исправлять, не смотрят. Милости, показанные к ним в награждении, не помнят. И вместо благодарности и заслуг в грубость, леность, злобу, хитрость входят. Божие наказания, голоду, бед, болезни и самой смерти не чувствуют. О воскресении мертвых, о будущем суде и воздаянии каждому по делам подумать не хотят. И смерть свою за покой считают. Эта последняя фраза, смерть свою за покой считают, она просто может быть вынесена в качестве эпиграфа о каком-нибудь исследовании о русской крепостной деревне. Здесь мы видим очень четкую, логичную систему поведения крепостного крестьянина, от которого ничего не зависит. То есть, если он будет рачительным хозяином, будет день и ночь работать, будет заботиться о том, чтобы улучшить свое благосостояние. Все это может быть отнято помещикам в одну секунду. Он может быть продан другому помещику, допустим, этот был хозяйственный, хорошо поощрял своих крестьян как-то развивать хозяйство. А другой там пьяница только собирает с них оброк, барщину или вообще какой-нибудь злодей-извращенец. И все, и вся жизнь пошла прахом. Поэтому единственным разумным поведением было пользоваться благами жизни здесь и сейчас. То есть, стараться работать поменьше, есть побольше, если есть такая возможность. Если напиться, так напиться, потому что алкоголь – это тоже ценный ресурс. И если вас поставили начальником, так нужно как можно больше нахапать и припрятать, потому что следующий помещик или этот же, он на вас опалу наложит, с начальника вас сместит и опять же все отнимет. И вот эти сетывания по поводу лености и злокозненности крестьян показывают наиболее массовую тактику поведения крепостных по отношению к помещикам. То есть, они старались экономить свои силы, экономить свои внутренние ресурсы для того, чтобы выжить в этих тяжелых условиях. И, конечно, психологически, наверное, крестьяне не чувствовали вот так, как нас бы в рабство бросили, мы бы, наверное, страдали больше поначалу. Потому, что все-таки наследственное крепостное состояние должно было приводить людей к такому психологическому состоянию примирения с этой реальностью. Конечно, дети живут так же, как и родители. Но, в целом, это было очень тяжелое испытание для основной массы народа. И еще бы третий путь протеста – это восстание. Но с восстаниями нужно четко понимать. Крестьяне, опять же, будучи рациональными людьми, они понимали, что против регулярной армии шансов выстоять толпе воштавших крестьян практически нет. То есть, возможность есть, напав из засады на маленькую команду солдатскую, ее разгромить. Это можно было бы. Но если бы государство обратило на это восстание хоть сколько-нибудь большие силы, то оно было бы подавлено очень быстро. Поэтому единственная возможность для крестьян, взбунтовавшихся, прожить сколько-нибудь долго в этом состоянии – это уйти в разбойники. То есть, перейти к партизанской войне. И характерно, что во время восстания Пугачева, такого наиболее осмысленного, осознанного крестьянского восстания в нашей истории, крестьяне присоединялись к Пугачеву только после того, как он приходил на их территорию. Но не восставали заранее, понимая, что эта вспышка будет подавлена войсками до прихода основной массы пугачевского войска. И поэтому, скажем, восстание... То есть, тут такая диалектическая ситуация получилась. Если бы все крестьяне по всему государству восстали бы в поддержку Пугачева, войск бы, конечно, не хватило. Но было понятно, что скоординировать такое восстание абсолютно невозможно. Поэтому единственной разумной тактикой было дождаться прихода Пугачева, а потом уже присоединяться к пугачевскому войску. Ну и кроме того, нужно понимать, что любое крестьянское восстание имеет исторически очень ограниченные рамки. То есть, крестьяне по своей природе не склонны мыслить большими категориями. Они освобождают себя в своей деревне, в своем уезде. После этого им становится неинтересно уже поддерживать, скажем, войско восставших. Они нацелены на такие локальные конкретные цели. И что очень важно, и что ставит пределы любому крестьянскому восстанию. Крестьяне не представляют никакого другого социального строя, кроме феодализма. И, в принципе, если представить себе, поставить мысленный эксперимент, что было бы в России, если убил Пугачев. Тут есть две версии. Первая, что он бы восстановил крепостное право через 10-20 лет. И все повторилось бы по новой. Просто помещики были бы другие, выслужившиеся из числа помощников Пугачева и начальников восставшего войска. В принципе, у нас есть примеры в Европе победивших крестьянских восстаний. Было такое восстание Иванко в Болгарии в XIII веке. В общем, Иванко этот стал царем Болгарии. И только монголы, пришедшие его, государство уничтожили. Но, в общем, конечно, победившее крестьянское восстание тяготеет к реставрации прежних порядков. Ну, со сменой лиц в правящем классе. Но, с другой стороны, поскольку постание Пугачева – это уже конец XVIII века, уже заря капиталистических отношений постепенно встает над Европой. То, в принципе, может быть, мы получили в случае победы Пугачева и такую крестьянскую Русь. То есть, Русь, состоящую, где не было бы помещиков, где были бы исключительно крестьяне, организованные в крестьянские общины. То есть, нечто вроде Соединенных Штатов XIX века или Болгарии, скажем, после освобождения от Османского ига. Это, кстати, хорошая модель, вот Болгария после Османского ига, хорошая модель крестьянского царства, в котором у каждого крестьяна есть клочок земли, и при этом помещиков нет. Но, безусловно, восстание того же Разина, восстание Болотникова, восстание Булавина – они были еще одной характерной чертой, обладали. Запалом служили казаки. То есть, для того, чтобы восстать и эффективно противостоять карательным войскам, вы должны были иметь элементарные военные навыки. Не имея этих навыков, ваши шансы противостоянию с войсками сводились к нулю. Поэтому казаки, естественно, обладавшие такими навыками, обладавшие оружием, обладавшие элементами организации военной, опытом походов, естественно, должны были стать ядром крестьянского восстания. И во всех наших четырех случаях мощных крестьянских восстаний в России мы это явление и наблюдаем. И оно было совершенно естественно. Кстати, если мы возьмем крестьянскую войну в Германии в 20-е годы XVI века, тоже мощнейшее восстание крестьянское, то мы увидим, что вождями этого восстания были мелкие рыцари. Ну, там в свое время гитлеровцы подняли их на щит. Гетц фон Берлихинген и Флориан фон Гейер. Дивизии СС назывались их именами, но потом Флориан Гейер и в ГДР признавался народным героем. И один из полков пограничной полиции ГДР назывался его именем. Это были мелкие рыцари, которые встали во главе крестьянских войск и которые имели определенное ядро профессиональных воинов из числа наемников, содержавшихся за их счет. Без такого ядра крестьянское войско не может сколько-нибудь эффективно действовать. Поэтому мы не должны удивляться тому, что наши восстания имеют сильный казачий привкус. И понятно, что определенное противоречие между казаками и крестьянами должно было внутри этих восстаний проявляться. Потому, что все-таки крестьяне и казаки были разными социальными группами. Ну, во-первых, казаки имели возможность что-то планировать. Крестьянское восстание, крестьянский бунт, он, как правило, стихийный. Несомненно. И у казаков был опыт такого планирования, что очень важно. Потому, что, конечно, самородки, вожди там и в крестьянской среде могли появляться. Но опыта планирования у них не было. Опыта противодействия властям у них не было. Но крестьяне, кстати говоря, использовали любую легальную возможность для защиты своих прав. Об этом еще я расскажу. И то же дело Салтычихи началось с того, что крестьяне добились принятия их челобитной Екатериной II. Хотя это было запрещено Елизаветой жаловаться на помещиков. Тем не менее, пройдя очень много препон, крестьяне смогли донести свою жалобу до Екатерины. И, в конце концов, Салтычиха была наказана. То есть, в принципе, определенные инструменты обуздания наиболее очумевших помещиков существовали даже в рамках феодальной системы. Но они требовали от крестьян огромных усилий и жертв даже для того, чтобы механизмы эти запустить. Кирилл Борисович, а вот такой вопрос. Я думаю, многих зрителей он волнует. Если мы говорим о XVII и начале XVIII века, то насколько крепостное право в России было более лютым, нежели в Европе? Или, может быть, менее лютым? Или таким же? Это отличный вопрос. Крепостное право в России было частью восточноевропейского процесса исторического. И мы видим, что с XVI века на востоке Европы почему-то поднимается волна крепостного права. Но его в западноевропейской историографии принято называть второе крепостное право. Но оно второе по сравнению с раннесредневековой Европой. Когда в X-XII веках на западе Европы крепостничество было довольно развито. Давайте поясним. Восток Европы – это Россия, Речь Посполитая. Ну, вот Эльба – это граница. Встреча на Эльбе, кстати, это прям символический был факт, потому что Эльба – это природная граница восточной и западной Европы. Исторически они сильно отличаются, и корень этих отличий лежит в климатических проблемах, потому что к западу от Эльбы климат такой винограда приемлемый, а к востоку точно виноград не растет. Но виноград – это как рис на Дальнем Востоке, виноград в Западной Европе – это такой индикатор благоприятных условий для жизни. Отсутствие винограда – это индикатор менее благоприятных условий. Но виноград, в смысле, который вызревает. Тут на Карельском перешейке тоже, знаете, на даче виноград растет, но не вызревает. И вино из него делать нельзя. Так вот, восток Европы – это и восточная Германия тоже. Потому, что Пруссия – это достаточно типичная восточная Европа, но, кстати, ГДР, прямо тоже деление на ФДРГ и ГДР Германии тоже было, с одной стороны, вроде бы случайным, а с другой стороны – не случайным. Что происходит в XVI веке? Резко усиливаются крепостнические порядки. А это начинается в Венгрии почему-то в XVI веке. Затем он в XVII веке охватывает и Пруссию, и Бранденбург, и Восточную Пруссию имеется в виду, и Польшу он охватывает, и Чехию, и ряд других владений Габсбургов. Это современные Словения, Словакия. Ну, Словакия – это часть исторической Венгрии. То есть, в общем, почти все земли Габсбургов, кроме австрийско-немецких земель, которые сейчас входят в состав Австрийской республики. И Россию, безусловно, этот процесс тоже охватывает. Причем наиболее распространенное объяснение – это революция цен. В принципе, это достаточно интересное объяснение, но оно нас немножко в ее сторону. Давайте расскажу тоже об этом явлении. В связи с открытием Америки в Европу хлынул поток серебра. Невиданный поток серебра. Из сначала ацтекских и инкских закромов, а потом уже испанцы и сами начали его добывать. Золото играло в этом потоке меньшую роль. Цена серебра резко упала. За XVI век цена серебра падает в 3-5 раз. Поскольку серебро воспринималось не как товар, а как деньги, то в быту это воспринималось как 3-5-кратный рост цен. Мы, знаете, люди, пережившие 90-е годы, нас не напугайтесь 3-5-кратным ростом цен. Но для людей средних веков это было нечто фантастическое. Это была какая-то катастрофа. Последние наступали постоянно, надо сказать. Но в данном случае можно было на монету указать. Меняется сама по себе европейская монета. Если до этого пражский грош господствовал, монета весом около 3 граммов, то теперь господствующей монетой становится талер. Монета весом порядка 25-30 граммов, к тому же серебро становится гораздо менее чистым, порядка 70-й пробы. Очень много лигатура в этом серебре. Потому, что испанцы не очищали серебро очень тщательно. Они его везли в том виде, в котором оно получалось. Естественно, что волна революции цен начинается на западе Европы. Но при этом там был еще один тонкий нюанс. Сейчас параллельно идет, во-первых, реформация и войны, связанные с реформацией в Германии. Во-вторых, 80-летняя война, которую у нас называют войной Нидерландов за независимость. Плюс англо-испанское соперничество и испано-французское соперничество. То есть, в Европе ведутся интенсивные войны. И в некоторых странах, скажем, в Голландии, кроме самой по себе революции цен, еще и прибавилась порча монеты местными государственными органами. Потому, что даже у богатой Голландии не хватало денег на войско и флот. И приходилось уменьшать содержание серебра в монете. Что приводило к росту номинальных цен в еще большем размере. И получилось, что в Испании цены выросли раза в три, а в Голландии раз в пять-шесть. Потому, что испанцы монету не портили, а голландцы монету портили. И тут два процесса свелись. Но какое отношение эта история имеет к Восточной Европе? Дело в том, что поскольку пути сообщения были развиты не очень, то товары перемещались достаточно медленно. И волна повышения цен катилась по Европе как в замедленной съемке. Сейчас, знаете, все, что произошло на сингапурской бирже, через несколько секунд становится известно в Нью-Йорке. На дисплее какого-нибудь биржевого маклера. А тогда должны были проходить десятилетия для того, чтобы цены начали меняться где-то. И поэтому чем восточнее, тем позднее начиналось повышение цен. Получалась парадоксальная ситуация. Хлеб где-нибудь в Голландии стоил уже достаточно дорого. А в той же Польше он стоил достаточно дешево. То есть, возникала сразу же такая бизнес-схема. Покупаем хлеб в Польше, везем его к Балтийскому морю, в Голландию, продаем и навариваемся. Ну и дальше покупаем предметы роскоши в Голландии, везем их в Польшу, продаем их и тоже навариваемся. И так до бесконечности. Можно было никакую Индию не плавать, а делать хорошие деньги в Европе. И это вызвало особое поведение дворянства восточноевропейского, которое в рамках средневекового сознания живет, стремясь к показной роскоши. То есть, целью жизни дворянина было не накопить, не увеличить свое поместье. Целью было достойно прожить свою жизнь. Что значит достойно? Хорошо служить какому-нибудь королю, но это не обязательно. А самое главное – это, соответственно, своему сану одеваться, принимать гостей, построить какую-нибудь резиденцию какую-нибудь достойную себя. Ну, в зависимости от возможностей и богатства. Кто-то строил роскошные замки и зазывал по тысяче гостей, кто-то строил деревянный дом чуть больше, чем у крестьянина, и принимал десятки гостей. Но все деньги спускались на демонстративное потребление. И это было нормой жизни. И мы можем вспомнить перевесть Портоса, которая была расшита спереди золотом, сзади не была. Потому, что Портоса не хватало на перевесть, расшитую золотом со всех сторон. То есть, даже если у вас не хватало денег на демонстративное потребление, вы должны были сделать вид, что их у вас хватает. Ну, и герои трех мушкетеров ровно бьются как раз в ситуации, когда денег у них нет, но нужно жить по-дворянски. И в этих условиях, конечно, возникала прекрасная идея. Нужно собрать зерно, продать его купцам, которые в Голландии его повезут, и купить у этих купцов предметы роскоши. И достойно жить. А для этого нужно было отнять зерно у крестьян. Как его отнять? Нужно их закрепостить. Но этот механизм заработал. Причем интересно, что в некоторых странах Восточной Европы он дополнялся другим механизмом. Одновременно происходит складывание абсолютизма. О абсолютизме, я думаю, отдельно поговорить. Это очень важный вопрос. Абсолютизм складывается. И короли Восточной Европы начинают борьбу с дворянскими региональными сословными учреждениями. В Германии, скажем, лантагами, которые со средних веков имели довольно большое влияние на сбор налогов. Без решения лантага нельзя было собирать налоги в данной местности. Естественно, что абсолютный монарх стремился прежде всего к финансовой независимости. И он стремился к тому, чтобы он назначал налоги, и его агенты их собирали. То есть, лантаг нужно было как-то уговорить, ватировать решение о праве короля собирать любые налоги без консультации с этим же лантагом. И возникла такая сделка. С одной стороны, дворянство соглашалось на то, что король становится абсолютным монархом. А в ответ на это король соглашался, что крестьяне становятся крепостными у дворян. И при этом гарантировал подавление крестьянских выступлений с помощью регулярной армии, которую постепенно абсолютные монархи начинают строить. Таким образом, возникает такой социальный пакт между дворянством и королевской властью, который действовал в Пруссии. Это вообще образцовый был пример. В России он действовал. В владениях австрийских габсбургов он действовал. И только в Польше он не действовал. А в Польше дворянство вообще вытянуло, казалось бы, счастливый жребий. Казалось бы, на время. Но, видите, несколько поколений дворян прекрасно прожили свою жизнь в этом дворянском раю. Они добились крепостничества без абсолютизма. И более того, в конце 17 века они привели Польшу к выборной монархии. К системе усиления дворянских сословных органов, а именно сеймиков и сейма, с введением права liberum veta. То есть, право любого дворянина наложить вето на решение, любого депутата наложить вето на решение коллегиального органа. И таким образом Польша стала дворянским раем, но на некоторое время. Потому, что дальше наступило крайнее ослабление этого государства и ее раздел в конце 18 века между Россией, Австрией и Пруссией. Так что можно было крепостничества достичь и без абсолютизма. И характерно, что начинается процесс в 16 веке в Венгрии и Чехии. Ну, а Россия оказывается последней страной, которая юридически вводит крепостное право из стран Восточной Европы в середине 17 века. И отмена крепостного права, что характерно, происходит в той же последовательности. Прежде всего, Иосиф II в Австрии в 80-е годы 18 века начинает регулировать и немножко ослаблять крепостническую зависимость. Там вводятся инвентари, то есть, вводятся определенные документы, в которых были прописаны крестьянские повинности. Сверх которых помещик не имел права с крестьян требовать. Подобный же процесс начинается в Пруссии. В 1807-1909 году в Пруссии крепостное право отменяется, крестьяне освобождаются без земли. В Польше крестьяне освобождаются также без земли Наполеона во времена Великого Герцарства Варшавского накануне войны 12-го года. В австрийских владениях крестьяне... Ну, и окончательно крестьяне прусские и австрийские освобождаются в 1849 году. Потому, что там был этап, которого Россия не знала, когда крепостные уже не считались крепостными, продавать их было нельзя. Но помещик сохранил судебную власть как мировой судья в рамках своего бывшего поместья. И имел право наказывать крестьян своей властью за те или иные административные проступки. Но понятно, что если у вас в руках это единоличная власть, то вы кого надо накажете за административные проступки. И у вас будет очень много рычагов воздействия на своих вчерашних крепостных формально в качестве мирового судья. И дальше в 1849 году окончательно крепостное право пало в Пруссии и в австрийских землях. Ну, а в России оно было отменено в 1861 году одним махом. Когда помещики лишились и административной власти анкрестины. И эта власть перешла к мировым посредникам. То есть, у нас это произошло с одной стороны более резко, с другой стороны позднее, чем у других. Более радикально и как бы одномомент. Но, опять же, мы когда отменение крепостного права будем говорить. Оно, конечно, было отменено формально в 1861 году. Там были еще стадии. Но, во всяком случае, помещик административную власть над своими бывшими крепостными потерял сразу же после отмены крепостного права. Ну, хорошо, а вот эти отвратительные стороны крепостного права, насилие над крепостными, крепостные гаремы, там где-то право первой ночи, они присутствовали в 17 веке в европейских государствах Восточной Европы? Да, конечно. Более того, я вам укажу на женитьбу Фигара, действия, которые происходят в Испании. Где, собственно, сюжет всей женитьбы Фигара вокруг того, что граф Альмавива сначала сгоряча право первой ночи отменил, а потом его обратно решил восстановить. Но и про Испанию это были скорее слухи, потому что все-таки в Испании были отдельные регионы в Арагоне, где крепостное право было действительно таким серьезным. Но все-таки Испания – это часть западноевропейского мира, там крепостное право осталось в раннем средневековье. А для Восточной Европы это было все вполне жизненно. Но тут нужно еще один очень важный момент нам с вами проговорить. Юридически крепостное право достигло пика в 1714 году. Ну, дальше там, конечно, были свои вишенки на торте. В 1760 году Елизавета Петровна запретила крепостным жаловаться на помещиков, хотя они все равно жаловались. Надо понимать, что ни один закон все равно не имеет, да в любом обществе не имеет абсолютной силы, и все равно нарушения этого закона так или иначе будут происходить. Но в 18 веке, судя по всему, ухудшается экономическое положение крестьян. Что имеется в виду? Ну, в свое время Владимир Васильевич Мавродин, многолетний декан нашего исторического факультета Ленинградского университета, который занимался в том числе и крестьянским вопросом, он шутил еще в 60-е годы к вопросу о том, что в Советском Союзе можно было шутить на такие темы вполне, даже с трибуны лекционной. Что если открыть наш учебник истории, то каждая глава новая начинается фразой «положение крестьян ухудшилось». Непонятно, как крестьяне в этих условиях дожили до Октябрьской революции. Действительно, это преувеличение каждую главу начинать фразой «положение крестьян ухудшилось», но в 18 веке процесс действительно пошел вот какой. Проблема же еще в том, что у нас крайне мало инструментов для измерения положения крестьян. Никакие мелкие помещики, да и крупные зачастую, не вели никаких хозяйственных записей, никаких инвентарей, никаких приходно-расходных книг. Это редчайшая вещь. В монастырских владениях иногда вели. Ну, или какие-то крупнейшие водчинники типа Юсуповых могли заводить какую-то бухгалтерию внутри водчины. Но это исключение. А, как правило, помещик все держал в своей голове и устно распоряжался. Или помещица. Тем более, крестьяне записи не вели. Поэтому мы плохо представляем себе, какие повинности несли крестьяне конкретно в 18 веке. Какой был оброк, какая была барщинка, как это менялось в динамике, были ли территориальные какие-то нюансы. Нам приходится до всего этого добираться очень косвенными, очень кривыми путями. Ну, например, есть такой достаточно показательный момент. До середины 18 века из жалования всех чиновников и офицеров вычиталось, начиная с Петровского времени, по 40 копеек за каждую крепостную душу, которая за ними числилась. Потому, что предполагалось, что эти 40 копеек – это тот доход, который помещик получает от своих крепостных. И государство считало, что оно не должно двойную плату помещикам выдавать. Петр III, который издал манифест о вольности дворянства, освободил его от обязательной службы, отменил и эти вычеты. И теперь дворяне стали получать жалования независимо от количества крепостных. Но вот эти 40 копеек, видимо, были реальным объемом, возможно, минимальным доходов помещика от каждой крепостной души в Петровскую эпоху. При этом государство взимало с каждой крепостной души 74 копейки. Я напомню, что это единица налогового учета, крестьянская душа – это любое существо мужского пола. Но вообще полная фраза звучала так – душ мужского пола. Но слово мужского выбрасывали для краткости. И поэтому на Западе возникла легенда, что православная церковь не считает, что у женщин есть душа. Но я должен успокоить наших слушательниц. Православная церковь считает, что у женщин есть душа. Но просто в канцелярских бумагах душами назывались только мужчины. Это было сокращение такое канцелярское. И, конечно, младенцы и глубокие старики не могли нести никаких повинностей. Это был просто расчетный такой коэффициент. Для определения повинности или налогов с деревней определенной. А дальше внутри этой деревни раскладка осуществлялась самими крестьянами. По хозяйствам, как они считали нужным. Ну, или помещик мог раскладку это осуществлять. Или помещик и приказчик. Поэтому мы можем констатировать, что в позднее Петровское время, в последние годы царствования Петра, где-то 74 копейки крестьянин платил государству, 40 копеек помещику. То есть, соотношение, если в процентах считать, где-то процентов, ну, треть примерно помещику, две трети государства. А в конце XVIII века, ну, там происходит еще и инфляция определенная, но государственные повинности выросли не очень сильно. Ну, может, раза в полтора они выросли. А вот повинности в пользу помещиков, видимо, выросли в несколько раз. Потому, что по ряду документов конца XVIII века мы видим, что с одной крестьянской души может взиматься и 3 рубля, и 5 рублей помещиками. Но это возможно, что это какая-то высшая норма в каких-то особых случаях. Но, в всяком случае, складывается ощущение, что где-то треть крестьяне стали отдавать государству, а две трети помещику. То есть, произошел значительный рост крестьянских повинностей. Основные пенки с которого сняли помещики. И вполне возможно, что представление о Екатерининском времени как золотом веке связано в дворянской среде. Именно с тем, что дворянство за это время значительно увеличило свои доходы. Как это было возможно? Но, когда вы прочитаете где-то, что налоги выросли в 5 раз за 20 лет, вы сразу же можете закрыть эту книжку и понимать, что автор ее явно не разобрался в том, что он пишет. Такой резкий рост налогов и повинностей, конечно, невозможен. Потому, что это означает, что либо до этого были какие-то дураки у власти, которые не собирали столько налогов, сколько могли. Либо произошел какой-то резкий рост благосостояния, рост доходов податного населения. Но такой резкий рост в разы за 2 десятилетия – это фантастика. Но, видимо, действительно за 18 век произошел рост крестьянских доходов. Это можно связать с развитием отхожих промыслов. То есть, если в 17 веке отхожие промыслы были относительно редкими, то к концу 18 века все не черноземье обязательно занимается отхожими промыслами. То есть, либо отхожими промыслами в прямом смысле, когда крестьяин идет в Петербург и копает котлован под Зимний дворец. Или работает плотником на строительстве кораблей в Адмиралдействе. Или кладет кирпичи на строительство Строгановского дворца. Или какого-нибудь другого здания. Либо другой вариант. Крестьяне начинают развивать домашние промыслы. Ну, скажем, армия и флот потребовали гигантского количества домотканного холста на рубахе и порты солдатам и матросам. Это были прямо сотни тысяч оршин ежегодно. И чулки шерстяные, скажем, вязали для солдат и матросов те же крестьяне. Ну, или крестьянки. Вот вопрос сложный. Потому, что вообще вязание, судя по всему, в 18 веке было мужским занятием, а не женским. Но это нас уже далеко уведет в детали. Во всяком случае возникает целый ряд сфер деятельности, в которых был обеспечен сбыт продукции. Ну, естественно, появляются скупщики тут же, которые скупают все это. Это, возможно, даже рассеянная мануфактура, когда какой-то скупщик раздает крестьянам материалы и собирает в них готовую продукцию. Ну, выплачиваем какие-то деньги за работу. В принципе, между простой скупкой и рассеянной мануфактурой граница очень легко переходима. И дальше, конечно, государство имеет дело не с конкретным крестьянином. Оно закупает уже у скупщика, возможно, второго порядка десятки тысяч пар чулок, десятки тысяч аршин этого холста. Потому, что государству неинтересно иметь дело с одной-двумя парами чулок. Но это, конечно, расширяет рынок приложения крестьянского труда. Другой вопрос. А где крестьяне брали на это время? Если взять расчеты Милова, это вообще непонятно, какими ночами крестьяне вязали эти чулки или ткали этот холст. Но, тем не менее, видимо, к концу XVIII века доходы крестьянства на этом поле увеличились. И помещики тут же на это отреагировали, наложив на крестьян более тяжелый оброк. Но, вероятно, все-таки в этой оброчной деревне без заинтересованности самих крестьян механизм работать не мог. То есть, крестьянин бы просто не стал вязать чулки на продажу, если бы помещик у него отнимал весь доход от их продажи. То есть, вероятно, какую-то часть этого дохода крестьяне все-таки могли получить. Кроме того, к концу XVIII века сказало освоение новых земель. То есть, ликвидация угрозы татарских набегов, освоение Новороссии, переселение крестьян на современный юг, ну, теперь уже это наша Херсонская и Запорожская области, район Одессы, Крым, Северный Кавказ. И крестьяне, конечно, получили там очень хорошую землю. То есть, невиданно хорошую землю по меркам России. И там сложилось уже к середине XIX века специфическое хозяйство, в котором не было отхожих промыслов. То есть, крестьяне исключительно занимались выращиванием зерна. И там, кстати, развилось плантационное хозяйство. При отмене крепостного права довольно хорошо видно, что чем южнее, тем оброк меньше, а барщина больше. А чем севернее, тем барщина меньше, а брок больше. В Архангельской губернии барщины могло не быть вообще и в Вологодской, а где-нибудь там в Таврической губернии оброка могло вовсе не быть. А была месячина так называемая, когда крестьяне работали только на барщине, у них вообще не было своей запашки. И помещик выдавал им продовольствие по определенной норме. Это чисто плантационное хозяйство. Ну, и вот дальше был какой-то плавный переход через центральные районы страны от такого плантационного хозяйства к чисто оброчному хозяйству. И, видимо, при Екатерине произошел какой-то скачкообразный рост этой крестьянской деятельности, что обеспечило рост доходов помещиков. Но дальше сказалась война с Наполеоном, которая вызвала чудовищную инфляцию. Ну, у нас вообще исчезает серебряная монета из обращения. Только бумажные деньги и медь. Стоимость рубля реальная падает примерно в пять раз к 1815 году. Но там уже люди привыкли, имеется в виду, по сравнению с 60-ми годами 18-го века. Но при Екатерине было плавное падение стоимости серебряного рубля. Он упал в полтора раза максимум. А потом уже с 1807 года, когда Россия лишилась английской субсидии после Тильзита, инфляция стала чудовищной. В этих условиях производитель готового продукта, который можно реализовывать, начинает чувствовать себя всегда чуть лучше. И эта инфляция, видимо, позволяла крестьянам в время наполеоновских войн жить не так плохо, как, скажем, они могли бы жить. А дальше помещики сталкиваются уже в пушкинскую эпоху с тем, что дальнейший рост крестьянских повинностей просто невозможен. И начинается постепенный кризис помещичьего хозяйства. Ну и, собственно, наши герои пушкинских произведений, помещики небогатые, которые с трудом сводят концы с концами, но с трудом поддерживают свой дворянский уровень жизни. Какие-то герои Гоголя, которые тоже там, в общем, такие помещики уже не совсем классические. Это новая эпоха, когда крепостное право начинает откровенно в кризис впадать. Дальше у нас важный вопрос, когда крепостное право впало в кризис. Это важный вопрос. Советская историография 20 лет над ним работала. И, в конце концов, в 70-е годы 20 века сформулировала тезис о том, что, собственно, Павел I – это рубеж. До конца Екатерининского царства это восходящий тренд развития крепостного права, когда оно еще не исчерпало внутренних резервов для развития. И это очень хорошо стыкуется с моими рассуждениями о Екатерининской эпохе, когда происходит рост, ну и количество запашки, и крестьянских промыслов. А дальше оно упирается в стену. То есть, закончилась земля для освоения в Новороссии. Она уже вся более-менее освоена. Отхожие промыслы уже, ну, как бы рынок наполнен товаров отхожих промыслов. И дальше расти крестьянскому хозяйству экстенсивно некуда. То есть, только интенсивное дальше должно быть развитие. А интенсивное развитие требует других нефеодальных отношений. Требует перехода к капитализму. И при Павле, видимо, вот этот перелом случился. И дальше крепостное право начинает катиться вниз. И характерно, что при Екатерине крепостное право было распространено на Украину. Это последний шаг территориального расширения крепостного права. Что лишний раз свидетельствует о востребованности крепостнических отношений самим украинским обществом эпохи Екатерины II. Здесь нужно подчеркнуть, что это не было закрепощение свободных украинских казаков по наехавшими москалями, которые их поработили. Были оформлены те отношения зависимости, которые постепенно нарастали в рамках гетманской Украины после победы восстания Богдана Хмельницкого. И если поначалу это были отношения относительно мягкой зависимости, то дальше, поскольку все еще в Восточной Европе тенденция к усилению крепостного права продолжается, естественно, что усиливаются эти закрепощения на Украине. И Екатерина просто оформляет юридически эти отношения. Она юридически переименовывает казаков на Украине в крестьян, но и они лишаются бывших казачьих своих привилегий и обязанностей, прежде всего, обязанности нести конную службу и становятся крепостными крестьянами. Поэтому никакого тут насилия над Украиной особого я не вижу. Хотя в украинской историографии это очень символический момент, который начали отмечать еще в 40-е годы XIX века в рамках Кирилла Мефодиевского общества. Это нашло отражение в поэзии Шевченко, когда акт Екатерины II считался радикальной сменой парадигмы развития общества на Украине. Таким сломом, катастрофой социальной для Украины. Но нет оснований. Это, конечно, основывалось такое мнение на идеализации казачьего общества до Екатерининского, на демонизации порядков после Екатерининских. Но, в общем, оснований для этого серьезными аргументами в руках нет. Ну и, кроме того, на вот эти земли начинается поток переселения крепостных крестьян из России, и население в значительной степени перемешивается. Процесс этого перемешивания происходил и раньше, потому что во времена, когда на Гетманщине было неспокойно, массу украинского населения мигрировали на восток. Ну и, скажем, та же Черниговская земля или Харьковщина, они оказались заселены малороссиянами в XVIII веке скорее. То есть, в XVII веке это были такие относительно... Ну, тут, понимаете, слово русский, оно растяжимое такое. Ну, относительно великорусские территории, я бы сказал. А потом туда прихлынул довольно большой процент переселенцев из-под Днепровья, потому что здесь было спокойнее, чем там. Но это, видите, я сразу должен наговориться, что если мы начнем тщательно анализировать различные миграционные процессы, то мы придем к выводу, что никто никогда нигде не жил. И все везде понаехавшие. Ну, или понапришедшие. Поэтому основывать какие-то рассуждения о современных границах на аргументе, что всегда вот здесь жили наши предки, сразу же этот аргумент в корзину, вот как только он произносится. Потому что наши предки или ваши предки или их предки всегда вот здесь не жили точно. Крюм Борисович, а тут напрашиваются вопросы про проекты, а самое главное про возможности отмены крепостного права. Это очень уместный вопрос, я хочу к этому перейти. Кризис крепостничества начал ощущаться при Екатерине, чуть-чуть. В чем это выражается? Впервые государство начинает оценивать отдельные случаи крепостничества как некий негатив. Здесь, конечно, дело Дарьи Салтыковой 1768 года является очень важным. Но, с одной стороны, Екатерина в это время еще не оставляет проектов какого-то регулирования крепостного права. То есть, видимо, Екатерина, которая была плодом центральной Европы, и она видела и другие порядки, кроме крепостнических, видимо, хотела найти опору, например, в горожанах. И, возможно, что очень специфический состав уложенной комиссии, которую она собирает, где горожане имели почти такое же представительство как дворяне, об этом свидетельствует. Ну, и, возможно, Екатерина была не чужда в первые годы своего правления идеям как-то урегулировать крепостное право. Ну, наподобие того, что Иосиф II начал делать в австрийских владениях. Но она тут же столкнулась с абсолютно радикальным сопротивлением, потому что как только купцам на уложенной комиссии был обращен вопрос, что вы хотите для улучшения положения русского купечества, тут же они сказали, хотим право владеть крепостными. И все. Екатерина, как реальный политик, увидела, что господствующая верхушка очень сплочена вокруг идеи крепостного права, и, естественно, она отказалась от любых экспериментов с крепостным правом. Но дело Салтычихи характерно, потому что впервые государство осудило отдельного помещика за преступление против крепостных. Ну, причем Салтычиха очень жестоко была осуждена, она закончила свои дни в земляной тюрьме на Соловках, в общем, в ужасных условиях, и получила наказание вполне адекватное своему преступлению. Но первая ласточка, так сказать, вылетела. Это был сигнал. Это был такой сигнал. Да, это было важно. Потому, что Павел потом тоже будет подавать помещикам сигналы, что не надо переходить через разумные пределы эксплуатации крепостных. А дальше общество, отдельные представители мыслящей части русского общества, новиков и родища, в первую очередь, именно при Екатерине формулируют тезис о моральной неприемлемости крепостного права. И путешествие из Петербурга в Москву – это яркий антикрепостнический манифест. Причем есть такая точка зрения, что о нем никто ничего не узнал. Потому, что весь тираж сжег сам родищев, от первого тиража остались жалкие крохи. Это правда. Но нам известны десятки, если не сотни списков. Потому, что в XVIII веке и в XIX веке переписывание каких-то текстов было широко распространено. И так же, как сейчас человек может на телефон перефоткать какую-то книжку, можно было заказать переписчику или самому переписать интересующий вас текст. Причем этот текст ходил в довольно широком круге людей. Ну, те, кто жили в 60-е и 70-е годы, помнят, как журналы на одну ночь давали, или какие-нибудь редкие дефицитные произведения. За одну ночь нужно все прочитать, отдать, потому, что следующий в очереди стоит. Вот так же читали рукописи в XVIII-XIX веке. И, судя по скрытым цитатам в различных литературных произведениях, дневниках, переписке, путешествия из Петербурга в Москву было знакомо довольно широкому. Кругу дворян начала XIX века. Но, конечно, это были отдельные голоса, которые не вызывали никакого отклика среди основной массы дворян. Более того, господствующим представлением среди мыслящих дворян Екатерининской эпохи было то, что крепостное право – это благо. Потому, что тут Англия была хорошим примером. В Англии эксплуатируют работника на износ. Его нанимают, выжимают из него все соки и выбрасывают на улицу. А в России работник является собственностью помещик. Ну, так кто же со своей скотиной плохо обращается? Ну, и, собственно, если этот вопрос про скотину так не формулировали, то его имели в виду. И предполагалось, что помещик заботится о своих крестьянах, потому что ему нужно получать с них доход. Формулировали-то заботиться яко о детях. Ну, конечно, о детях, безусловно. Но это типичный перевод на семейный язык отношений в феодальную эпоху. Когда царь-отец, мы его дети, я помещик, крепостные мои дети. Ну, и там, если полковник наш рожден блахватом, слуга царю, отец солдатом. То есть, вот эта патерналистская риторика постоянно в феодальном обществе использовалась. Ну, и, кстати, широко представители всех сословий называли братьями своих собратьев по сословию. Это было тоже абсолютно нормальным словоупотреблением. А Павел I впервые задумался над тем, что пора что-то менять. Действительно, более-менее серьезное. Потому, что ему был показан ужасный пример во Франции. И ужас перед Великой Французской революцией. Перед тем, что королю и королеве отрубили голову. И еще многим дворянам был очень силен. И Павел делает целый ряд шагов для того, чтобы сплотить феодальную Европу против Франции. Ну, скажем, его идея рыцарского ордена, некоего обращения к теме рыцарства была очень понятна. Потому, что что можно противопоставить идеям свободы, равенства и братства? Идею такого же братства, но лучших людей, отборных, благородных людей, которые будут сплочены между собой понятиями чести, понятиями о высоком. И которые, как рыцарский орден, встанут на пути вот этого бунта черни, который случился во Франции. И поэтому игра Павла в мальтийские гроссмейстеры имела не только геополитическую составляющую, но и идеологическую, очень важную составляющую. И Павел хотел превратить русское дворянство в такой орден. Причем в этом ордене нужно было, конечно, паршивых овец как-то ликвидировать. И он понимал, что русское дворянство непоголовно состоит из идеальных людей. И нужно как-то что-то сделать с теми, кто ведет себя неправильно. И при Павле вырабатывается очень любопытный механизм. Когда помещик, который переходил рамки в обращении со своими крепостными, и при этом не был слишком чиновным. Тут очень важно, что он не мог быть фельдмаршалом. Фельдмаршал Каменский творил такое, что не в сказке сказать, не пером описать. Но ему все сошло с рук. В итоге фельдмаршал Каменского убил крепостной. Но государство к этому не имело отношения. Ну или любовница Аракчеева Минкина тоже делала все, что угодно. Сама из крепостных. Да, и государство никак на это не реагировало. Но если помещик был не очень чиновный, и при этом он переходил рамки, его объявляли сумасшедшим. Этот механизм был придуман при Павле, и потом довольно широко применялся при Александре I. Интересно, что граф Палин, формируя заговор против Павла, его самого обвинил сумасшедшим. Ну, это, видимо, идея витала в воздухе. Но это был интересный механизм. Существовал механизм. Дело в том, что уездное дворянское собрание имело право учреждения опеки над малолетними дворянами, над психически больными дворянами. И это право применялось и по прямому назначению. Ну, если сирота остался, и поместьям нужно было управлять до совершеннолетия, или если помещик действительно сходил с ума, или тяжелой болезнью подвергался. Но были десятки случаев объявления сумасшедшими. Ну, видимо, вполне здоровых с медицинской точки зрения людей, которые управляли своими поместьями с чрезмерной жестокостью. Ну, уровень жестокости был, конечно, ну, как бы такой опциональный. То есть, понятно, что секли все. Но кто-то насмерть засекал слишком много. Это считалось уже нарушением установленного порядка. И манифест о трехдневной барщине Павла I, как предположил Семен Бенецианович Окунь, еще один профессор нашего ИСТФАКа, занимавшийся этим вопросом глубоко, намеренно был сформулирован предельно туманно. Если мы будем читать этот манифест, мы не поймем, что там. То ли не больше трех дней, то ли у кого меньше трех дней до трех дней увеличить, то ли вот как тут быть. Видимо, это было специально сделано для того, чтобы это не было вмешательством государства прямым в хозяйство помещика, что было бы нарушением сословных прав помещиков. Но это было выражением царского пожелания. А царское пожелание – это было очень важно. И наплевать на царскую рекомендацию откровенно было нельзя. Потому, что даже в начале XX века, даже после Первой Российской революции, министры очень внимательно прислушивались к любому волеизъявлению монарха, даже если оно было непроизвольным или не имело прямого отношения к данному вопросу. То есть, к этому предельно внимательно прислушивались. И если царь в виде манифеста изложил эту волю, это значило, что это какой-то важный сигнал, который нужно услышать. И, видимо, он был услышан. То есть, с одной стороны, помещики и царь были напуганы Пугачёвщиной, безусловно. Ну, и, кроме того, манифест трёхдневной барщины совсем неразумным помещикам объяснил, что нужно знать определённые рамки. Когда Александр I… Здесь надо просто пояснить, может быть, люди упускают, что барщина могла быть и пять дней, и шесть дней. Месячина, о которой я говорил, на юге могла быть просто семидневная барщина, потому что грехом считалось работать в воскресенье до полудня. После полудня можно было. Это уже было не грехом. И, в принципе, крестьяне могли работать на барщине и семь дней в неделю, получая продовольствие, норму какую-то от помещика. То есть, барщина – это тот срок, который в неделю, который крестьянин работает на помещика, а не на себя. Ну, понятно, что барщина летом выглядела таким образом, в зимний сезон не было нужды в такой интенсивной работе. Ну, и, правда, с другой стороны, надо понимать, что помещики очень широко пользовались бесплатным трудом крепостных. Я приведу один только пример. Все дворянские усадьбы, которыми сейчас любуются, созданы до отмены крепостного права. Ни один усадебный комплекс после отмены крепостного права создан не был. А большинство из них начало хереть интенсивно. И поддерживать даже созданные усадебные комплексы в условиях вольнонаемного труда помещики, даже очень богатые, уже не могли в том объеме, в котором они это делали до отмены крепостного права. Там и гигантские псарни ушли в прошлое, и театры крепостные ушли в прошлое, и мануфактуры крепостные ушли в прошлое, которые были во многих поместьях. Потому, что при вольнонаемном труде это стало просто невозможными затратами. И количество крестьянского труда, который помещик использовал для своих прихотей, было гигантским. То есть, мало того, что крестьяне выращивали зерно и приносили продукты помещику в усадьбу, так они еще и посыпали песком дорожки, копали каналы, строили какие-то павильоны. Ландшафтным дизайном занимались, я бы сказал. И все это за бесплатно. И исполняли любую прихоть. Конечно, да. При этом количество дворовых было гигантским. Возникла мода в свое время уже в конце Екатерининского правления иметь своих кондитеров, обученных в Петербурге. И посылают в Петербург массу кондитеров. Кстати, после отмены крепостного права это стало прямо нарицательным. Бывший кондитер, который работает кем угодно. Из дворовых, освобожденный без земли, который кондитерам не может наняться, потому что их переизбыток. И он работает, скажем, грузчиком в Петербургском порту. Есть очерки о Петербургском порте, такие любопытные, 70-е годы, 19-е годы, где перечисляются люди, которые работают грузчиками. И там, значит, вот целый ряд социальных типов таких. И один из этих типов вот этот крепостной кондитер бывший. Ну, были, кстати, вот интересно добавить, что были и совсем экзотические игры в крепостных, когда крепостные становились актерами, архитекторами, музыкантами. Крепостной театр это был, ну, любой крупный помещик считал долгом своим его иметь. Ну, и вот некоторые, как один из Шереметьевых, даже влюбились в свою крепостную актрису Просковью Ковалеву-Жемчугову и даже женились на ней. Ну, это прям был исключительный случай. А так и музыканты были, и актриса, а некоторые помещики совмещали балет с борделем у себя, так сказать, в поместье. Это было все в порядке вещей. И, в общем, количество, ну, как бы сказать, моральных страданий, которые при этом претерпевали эти крепостные, оно неописуемо. Но, видите, какая интересная история, как с младенческой смертностью, которая была в XIX веке чудовищной, доходила до половины новорожденных до 15 лет. Но к ней относились как к повседневному явлению, а это не вызывало каких-то откликов в литературе. Потом уже только под самый конец крепостничества Тургенев с его записками охотника он как раз какую-то часть вот этого кошмара приоткрыл. В народном фольклоре-то было, это потом, это обществу стало известно потом, когда стали собирать эти песни, там Михаил Иванович Глинка об этом говорил, например. Но, в целом, это осталось в тени, как бы сказать, высокой дворянской культуры. И надо понимать, что феодальная эпоха порождает всегда высокую культуру. Это очень утонченная, очень сложная, красивая культура. И те же самые Зимний дворец, это тоже у нас плод крепостнической культуры. И наши усадьбы, бывшие помещи, тоже это плод этой культуры. Но нужно помнить, на чьем горбу все это построено. И один Михаил Воронцов в своем дворце в Крыму имел дерзость над входом повесить в виде герба скрещенное настоящий молоток и тесло каменщика. И на мраморных досках золотыми буквами написал 20 фамилий своих крепостных мастеров, которые строили этот дворец. И это воспринято было современниками как пощечина общественному вкусу. Когда на своей экскурсии сейчас ты попадаешь в какой-нибудь дворец, то произносит экскурсовод, что граф Шереметьев построил этот дворец. Он таскал кирпич под мышкой, как дедушка дачу строил, называется. Понятно, что он построил его силами своих крепостных. А плюс к этому появляется крепостная интеллигенция. И кто-то мог быть внебрачными детьми помещиков. В Воронихинске, скорее всего, был внебрачным сыном архитектор. Кто-то автор Казанского собора. Кто-то был из просто крепостных. И зачастую их судьба была весьма печальной. И такие люди... Судьба Шевченко, скажем, Тараса, она была еще и благополучной относительно. Потому, что он достиг и свободы, и известности, а сколько талантливых людей, прошедших обучение, которые вращались в другой среде, не крепостной, которые ощущали всю тяжесть своего положения. Сколько этих людей сгинуло безвестным. Здесь надо еще прибавить, раз уж мы упомянули про Сковью Ковалеву Жемчукову, что граф Шереметьев женился-то на некрепостной. Ему пришлось пуститься на определенные ухищрения. Естественно, он ее освободил. Тут были юридические казусы всякие. Кстати, были случаи, когда помещицы выходили за своих крепостных крестей. И это ставило чиновников перед неразрешимой проблемой. Потому, что жена приобретала сословное положение мужа. И были какие-то, видимо, глуповатые женщины, которые совсем плохо ориентировались в законодательстве. Ну, и вот в порыве страсти венчались со своими крепостными. Ну, это были отдельные случаи, конечно. Но дальше чиновники приходили в полнейшее замешательство. И до царя доходили эти случаи. Потому, что формально эта помещица должна была стать крепостной самой же себе. В общем, это была дикая ситуация. И такие браки оторгались. Они признавались незаконными. Потому, что они подрывали полностью сословный строй. А вот мужчина мог жениться на крепостной. Но тот возникал на своей точно. Но на чужой тоже, в принципе. Но это тогда возникала очень сложная коллизия. Но менее неразрешимая, чем в предыдущем случае. Ну, а, в принципе, можно было и свободу дать. И потом жениться. Я две детали. Просто будет интересно, может быть. Значит, по поводу Просковой и Ковалевой. Там же была совершенно потрясающая коллизия. Он же не просто дал ей свободу. А дальше он пустился на подделку родословной Просковой и Ковалевой Жемчуговой. Он сфальсифицировал ее происхождение. Якобы она дворянка с территории Речи Посполитой. Ее предки когда-то по ошибке попали в крепостную зависимость. И вот теперь восстанавливается справедливость. Он там, не афишируя, особенно в Москве обвенчался. И сразу же уехал в Петербург. Ну, и там все это совпало со сменой царствования. Павел был убит. Александр Первый пришел к власти. И, в общем, как-то это проскочило. Но все равно он не мог ее показывать в обществе. Да. Потому что это было абсолютно невозможно. Воспринималось, конечно, в штыки. А вторая деталь по поводу помещичьих придурей. Недавно наш замечательный историк права Павел Львович Полянский нашел совершенно потрясающее дело, которое поставило Священное Синод просто в тупик. Один помещик в 1811 году в подпитии, в жестком, устроил забаву. Он обвенчал своих крепостных мужчин. И это, видимо, первый гей-брак, зарегистрированный в мировой истории. И Синод не знает, чего делать. Там Павел Львович нашел допроса священника, который отвечает, что сделал все это под угрозой, иначе бы ему пришлось плохо. Вот такая вот история была. Вот так вот развлекались помещики. Ну, это, конечно... Но, кстати, с такими вещами пытались бороться. И Александр Первый, особенно Николай Первый, который старался это пресекать. Но вот здесь дальше мы сталкиваемся при Александре Первом с новой реальностью. Он был окружен молодыми друзьями, многие из которых были англоманами. И вообще англомания в России в начале 19 века была сопряжена с либеральным образом мысли. То есть, с идеей того, что гражданские свободы на Британских островах являются причиной их материального благосостояния и экономического развития. Ну, я бы так вот напрямую эти вещи не связывал. Но, во всяком случае, тогда это считалось достаточно четко установленным фактом. Ну, некоторой частью мыслящей публики. И Александр Первый решился на эксперимент. В 1803 году он издает закон о вольных хлебопашцах. Впервые в России помещик получил юридическое право освобождения своих крестьян. Значит, надо иметь в виду, что до этого можно было отпустить на свободу одного человека, но без земли. То есть, возможности отпустить на свободу целую деревню не было у помещика юридической. Теперь она появилась. И, видимо, Александр Первый и его друзья хотели посмотреть, вызовет ли это какой-то процесс. Но процесс не был вызван, не пошел. Меньше 1% крестьян были освобождены таким образом. И это было связано с тем, что кризис крепостничества еще далеко не назрел. Вообще нужно понимать, что кризис крепостничества выражается не в том, что оно становится невыгодно. Иногда даже в учебниках школьных пишут, что причиной отмены крепостного права стало то, что оно становится невыгодно. Это неправильно. Принудительный труд является выгодным еще и в 20 веке. Можно вспомнить гитлеровские концлагеря, скажем. Ну, или представьте себе, раз в год к вам в квартиру звонят в дверь, приходит мужик, плохо одетый, в лаптях, пахнущий парфюмами, и приносит вам мешок, в котором лежит, скажем, 5 миллионов рублей. Или 10. Или 50. Кто откажется от такого подарка? Причем от вас не требуется вообще ничего. То есть, мы привыкли к капиталистической экономике, которая работает, ну, по идее, так. Мы вкладываем деньги, потом получаем прибыль. И без вложения капитала прибыли быть не может. Феодальная экономика работает не так. У вас нет никаких вложений капитала, а вы получаете прибыль. Потому, что у вас есть феодальные права. И в этой системе, как бы плохо не жил крестьянин, как бы скудно он не зарабатывал, какую бы небольшую долю своих доходов, он бы не отдавал помещику, все равно это выше ноля. И все равно помещику будет выгодно владеть даже самой отсталой, самой захудалой, самой неразвитой деревенькой. Поэтому невозможно дождаться ситуации, когда крепостное право будет отменено снизу. Кстати, и рабство точно так же. Можно вспомнить пример и Соединенных Штатов, и Бразилии, где рабство отменялось сверху, а не снизу. И погоня за прибылями, она может в некоторых экономически развитых районах привести к тому, что стремящиеся к повышению прибыли помещики будут освобождать своих крепостных. Но не повсеместно. В отсталых районах оно останется. Но у нас процесс не пошел. Второй опыт поставил Александр I в Прибалтике, где в 1804-16 годах были введены инвентари. Но Прибалтика имеется в виду современная Эстония и Латвия, потому что Литва была культурно совершенно другой территорией. Она была частью Речи Посполитой, частью католического мира, в отличие от протестантского и немецкого мира, частью которой были Эстония, Лифляндия, Курляндия. Там было три губернии на месте двух современных стран. Потому, что все дворянство, вся интеллигенция были, конечно, либо немецкими, либо немецкоязычными в этих странах. Так же точно, как в этих территориях тогда. Так же, как и городское население. И Александр I в этом смысле явно копирует Иосифа II, который в чешских землях проделал тот же опыт 80-е годы XVIII века, где тоже, кстати, дворянство было немецкоязычным, а крестьяне были чуждыми по языку своим помещикам. Они были чехами. И эти инвентари должны были упорядочить положение внутри поместья, а затем помещики, которые получили эти инвентари, попали в тяжелое положение. Потому, что повинности крестьян были выражены в деньгах. А сильнейшая инфляция эти деньги обесценила. И поэтому в 1816-19 году крепостное право в Истляндии или Фляндии и Курляндии было отменено по просьбе самих помещиков. Потому, что оно было отменено по прусскому принципу без земли. И крестьяне превратились в бесправных арендаторов. То есть, если раньше крестьяне при инвентарях нельзя было согнать с его участка и нужно было получать с него только то, что написано в инвентаре, то теперь можно было назначить ему любую арендную плату за участок и согнать его. Если вы находили арендатора, который был готов платить больше. Это привело, кстати, к тому, что уровень эксплуатации в Прибалтике был довольно высоким. Еще в начале XX века была такая присказка, что у латыша ничего нет, кроме кое-чего и души. Переводя на литературный язык эту фразочку. Действительно, уровень эксплуатации крестьян в Прибалтике был достаточно высоким. При том, что и уровень развития агрикультуры был высоким. Поэтому не надо думать, что при высокой агрикультуре и крестьянин живет хорошо, и помещик нет. Крестьянин может жить плохо при любой агрикультуре. Потому, что все его стрижет помещик наголо. Но и в 1826 году закон о вольных хлебопашцах был отменен. Потому, что Николай I испугался после восстания декабристов. Задним числом испугался. Причем он был отменен секретным порядком. Когда Лунин Михаил Сергеевич, будучи уже на каторге, пытался освободить своих крепостных через свою сестру. Которая была женой графа Уварова, министра народного просвещения Николая I. И сестра была готова выполнить волю брата. Хотя юридически могла бы этого и не делать. Потому, что поместья перешли к ней. Поскольку Лунин подвергся гражданской казни. И юридически не существовал. Но Николай I об этом узнал. И запретил это делать. Опасаясь, что это проявление крамола очередное. Дальше он несколько, некоторое время пожил. Посмотрел на Россию. Почитал доклады Бенкендорфа. А надо сказать, что в 20-е, 30-е, 40-е годы мы имеем постоянно нарастающее количество крестьянских выступлений. Прежде всего в виде убийств помещиков. То есть, если мы нарисуем кривую убийств помещиков, то она будет заметно повышаться в пушкинское время. Она была частью повседневной жизни пушкинской России. Или николаевской России. Другое дело, что об этом не принято было писать или говорить. Но, тем не менее, все об этом знали. И Николай вполне адекватно представлял себе, что крепостное право это пороховая бочка под государством. Но Николай был такой странным политическим деятелем в этом смысле. Он был человеком очень волевым, четким, жестким. Большие усилия тратившим на управление страной и честно выполнявшим свои обязанности монарха. В отличие от Александра Второго, который халявил постоянно и пытался увильнуть из своих обязанностей. Но он не имел какого-то серьезного взгляда на будущее России. То есть, он был таким консерватором в буквальном смысле этого слова. То есть, он считал, что нужно улучшить то, что есть, а не разрывать традиции. Если бы Александр Первый отменил крепостное право, или декабристы бы успели его отменить, то Николай Первый получил бы его в наследство отмененным. Он бы сохранял этот курс. Но вот так получилось, что Николай Первый не видел, ну или не решался на радикальные шаги. И он в 1842 году предпринимает новую полумеру. Это закон об обязанных крестьянах, который воскрешал закон о вольных левопашцах. И который, собственно, также ничем не завершился. Но там чуть побольше было освобождено крестьян. Процента два примерно от наличного их количества. И таким образом оба приступа к частичному и добровольному освобождению крестьян не увенчались успехом. Но у нас было два региона, где крепостничество было отменено до 61-го года. Это Польша и Прибалтика. Но где крестьяне были освобождены без земли. Кстати, нужно отметить, что освобождение крестьян без земли в любом случае было бы благом. Кстати, есть такая точка зрения, что крестьяне умерли бы с голоду. Как можно было их без земли освобождать? Но в Пруссии крестьяне почему-то не умерли с голоду. И в Прибалтике, и в Польше. И с точки зрения развития капиталистических отношений это было бы шагом вперед, освобождение крестьян без земли. Но с землей, конечно, это было бы большим шагом вперед. Самым большим шагом вперед было бы освобождение крестьян со всей землей и без выкупа. То есть, та схема, которую потом на своих знаменах начертали народники первыми. И Герц на Чернышевске. А потом уже большевики реализовали эту схему. Но это случилось уже как бы через эпоху. При этом мы имеем примеры развития стран, в которых ситуация пошла именно по этому пути. Это Соединенные Штаты наиболее яркий пример. То есть, страна, где изначально были... Ну, как изначально? Не совсем изначально. Изначально там были и плантаторы, и были кабальные слуги личнозависимые. Но после гражданской войны это были свободные переселенцы на свободной земле. Освобожденные от индейцев, конечно. Но это уже другая часть всей этой реальности. И надо сказать, что все равно результат был тот же самый. Капитализм уничтожает классы, характерные для предыдущей социальной формации. То есть, рабочих и буржуазию он порождает, а помещиков и крестьян он уничтожает. И поэтому в тех же Соединенных Штатах уже в середине XX века никакого крестьянства не было. То есть, те десятки миллионов фермеров, которые пахали свои 30 акров земли, полученные по Гомстетакту 1865 года. Ну, это такой символический акт о том, что любой человек в Соединенных Штатах, даже не гражданин Соединенных Штатов, может получить за 30 долларов 30 акров земли на Диком Западе. Ну, 30 долларов была не очень большая сумма. И десятки миллионов людей воспользовались этим правом. Они все погибли в конкурентной борьбе. И сейчас американское сельское хозяйство – это огромное предприятие, где работают наемные работники. В принципе, и в России ситуация была точно такая же. Но у нас мы прошли сначала через раздел помещичных земель, потом коллективизация. И уже можно сказать, что в 70-е годы практически XX века классического крестьянства у нас не осталось. И сейчас оно уже является каким-то историческим явлением, о котором мы говорим в прошлом. Потому, что те фермеры, которые сейчас возделывают землю, это предприниматели, которые извлекают прибыль из своих земельных участков, нанимают наемных работников. В общем, это не классические крестьяне, о которых мы говорим применительно к XVIII или XIX веку. Отмена крепостного права 19 февраля 1961 года по старому стилю был подписан манифест. Но об этом никто не узнал. Манифест оглашался только спустя две недели, потому что нужно было время, чтобы развести его по всей России, чтобы он одномоментно оглашался по всей стране. При этом крестьяне получили сразу же личную свободу и статус временно обязанных. Это означало, что они обязаны исполнять все повинности по отношению к своим владельцам. Но помещики теряют право их покупать, продавать, переводить в дворовые и наказывать. Теперь наказывать их мог только мировой посредник, который тоже был, как правило, из помещиков, но все-таки он считался государственным чиновником. Ну, и обычно в мировые посредники шли либеральные дворяне, потому, что консерваторы принципиально в мировые посредники не шли. Теперь это временно обязанное состояние формально должно было продолжаться до не более чем 23 года, потому что за первые три года нужно было подписать уставную грамоту. Это документ, в котором фиксировали все крестьянские повинности и количество земли, которую обрабатывают крестьяне на себя и на помещика. И все эти повинности переводились в денежную сумму по определенной схеме. Затем в течение еще 20 лет крестьяне должны были и помещик подписать выкупной акт. Это документ, после которого они переходили на выкуп. В этот момент все отношения между крестьянами и помещиком считались разорванными. И после подписания выкупного акта помещик получал от государства выкупную сумму, а крестьяне должны были выплатить государству выкупную сумму в рассрочку в течение 49 лет. Но тут работал механизм ипотеки, хорошо знакомый нашим современникам, когда вы покупаете квартиру, которая стоит 10 миллионов, а за 20 лет вы выплачиваете 30 миллионов. Ну, а за 49 лет... И все хорошо зарабатывают. Кроме покупателей. Собственно, на выкупной операции заработало государство в первую очередь. Вот то интенсивное железнодорожное строительство, которое у нас велось в 60-е и 70-е годы, это во многом результат получения этих денег. Крестьянство оказалось вынуждено заплатить в несколько раз больше, чем выкупные платежи. Причем сами выкупные платежи были больше, чем стоимость тех земельных участков, которые получили крестьяне. Потому, что фактически крестьяне выкупали не землю, а повинность. Помещики же должны были получить капитал, 5% которого должны были быть равны сумме их годовых доходов. Для того, что, положив в банк эту сумму под стандартный процент 5% годовых, помещики бы продолжали бесконечно получать доходы, равные доходам с поместья. Но это была идеальная схема. В действительности, с помещиков вычли те суды, которые они получали еще с середины XVIII века в рамках Дворянского банка, потом всяких разных других кредитных учреждений, которыми государство пыталось поддерживать помещи, собственность. И некоторые помещики вообще ничего не получили, а другие прогуляли эти деньги очень быстро. Вообще государство рассчитывало, что помещики заведут какие-то на оставшихся у них в руках землях новые севообороты, мелиорацию, удобрения или какие-то фабрики построить. То есть, станут рачительными фермерами. Станут капиталистами сельскими, крупными предпринимателями. Но, как правило, это не случилось. Исключения были редкостью. И в целом, как сказал Некрасов, распалась цепь великая, распалась и ударила одним концом по барину, другим по мужику. А государство оказалось в прибыли. И при этом резко сократился платежный спрос крестьянства. То есть, крестьянство было вынуждено продолжать вести экстенсивное хозяйство средневековое, мало изменившееся с 15-16 века. Потому, что все деньги, которые крестьян зарабатывал, уходили на государственные налоги, которых никто не отменял, и на выкупные платежи. При этом, как остроумно заметил Минист просвещения Головин, нынешнее поколение крестьян слишком обрадовано, чтобы мстить. И оно попытается мирным путем улучшить свое положение. Но дети крестьян, которые были освобождены в 61 году, они с помещиков спросят. Ну, так оно и получилось. В 1905 году мы получили аграрную революцию по всей стране, которая была вызвана тем тезисом, который крестьяне считали аксиомой, что вся земля должна принадлежать крестьянам и никому другому. При этом отмена крепостного права имела свои нюансы. Скажем, на юге, где земля имела большую ценность, крестьяне получили очень маленькие участки, а помещики постарались сохранить в своих руках максимум земельного фонда. На севере, наоборот, где земля не имела большой ценности, помещики пытались крестьянам впихнуть как можно больше земли, потому что от процента земли, полученной крестьянами, зависела сумма выкупных платежей. Чем больше земли получает крестьянин, тем больше выкупные платежи он платит. И дальше в итоге у нас тут в Нечерноземье крестьяне до начала XX века должны были заниматься отхожими промыслами, чтобы платить выкупные платежи за землю, которая, в принципе, им была не очень нужна. Но тут возникла новая стратегия городских рабочих, которые имели участок в деревне как подушку безопасности на случай безработицы или болезни. То есть, если рабочий решался работы, он имел возможность отлежаться, отсидеться в этой деревне, пускай в очень скудных условиях, но это было лучше, чем оказаться на улице в Петербурге и не иметь вообще никаких заработков. Поэтому многие рабочие продолжали держаться за какие-то клочки земли в деревне, чтобы не упасть на дно в случае, если они лишались работы. Хотя эти клочки скорее были затратным таким предприятием со стороны рабочих, чем приносили им доход. На юге же крестьяне работали как батраки у помещиков. Или брали в аренду их участки земли, и помещики продолжают вести зерновое хозяйство. Вот то зерно, про которое министр финансов Вашнеградский говорил, недоедим, но вывезем, ну, надо было сказать, недоедят, но вывезем. Ну, он так изящнее выразился. Вот его выращивали как раз на юге, вот на этих бывших Латифундиях, где была Месичина и Семидневная Барщина. Но в отдельных районах страны временное обязанное состояние затянулось. В Центральной России в 1885 году принудительно все были переведены на выкуп, даже те, кто не подписали выкупного акта, а в Грузии, скажем, только в 1911 году принудительно последние крестьяне временно обязанные были переведены на выкуп, потому что крестьяне в ряде местностей не видели выгоды в переходе во временно обязанное состояние, потому что при этом отпадала возможность уплаты оброка натурой. Там, где были плохо развиты рыночные механизмы, там крестьянам было выгоднее натурой оброк вносить. А при переходе на выкуп они вынуждены были бы только деньгами вносить выкупные платежи, что могло поставить их в тяжелое состояние, в тяжелое положение в местностях, где там было далеко до железной дороги, было трудно продать произведенные свои плоды труда. И в целом, если говорить о крепостном праве и крепостничестве, то только в 1907 году выкупные платежи были отменены. Они вообще должны были выплачиваться до 30-х годов XX века. Но Первая Российская революция вынудила государство пойти на уступки крестьянам. И дальше, в общем-то, можно сказать, что Первая Российская революция окончательно положила конец прямым последствиям крепостного права. Но косвенные последствия, конечно, и до сегодняшнего дня кое-где могут ощущаться. Но в целом крепостное право было длительным, таким важным этапом нашего развития. Еще раз повторю, что до конца XVIII века оно не мешало развитию страны. Оно позволяло двигаться вперед. А с момента, когда в Англии универсальная паровая машина сделала капитализм строем, который имеет явные преимущества перед феодализмом, с этого момента крепостное право стало гирей на ногах. И чем раньше оно было бы отменено, тем лучше. И в этой связи, если бы декабристам удалось хотя бы разослать свой манифест по России, то вполне возможно, что этого бы и хватило. И крестьяне пришли бы в такое возмущение, что Николай I вынужден был бы волей-неволей, подавив восстание, признать отмену крепостного права. Но каждый лишний год крепостного права в XIX веке он шел не на пользу стране. Ну, то есть, правильно ли я понимаю, что, по вашему мнению, если бы крепостное право было отменено в первой четверти XIX века, история России пошла бы по-другому? Да, конечно. История России пошла бы по менее такому, скажем так, травматичному пути. Потому, что социальные болезни, затянувшиеся, они вызывают гораздо более серьезные осложнения. И приходится гораздо больше работы проделывать и гораздо больше страданий в этом процессе испытывать, чем если те или иные социальные болезни лечатся быстро. И надо резать, не дожидаясь перитонита. С крепостным правом явно дождались перитонита. И после этого долго вычищали гнойник, который на месте крепостного права оказался. Более того, есть даже пример чисто демографически очень интересный. Оказалось, что человек в неволе плохо размножается. Если мы возьмем соотношение крепостных и государственных крестьян при Павле I, то где-то 75% крепостных, 25% государственных. А к моменту отмены крепостного права почти 50 на 50. При том, что никаких новых территорий с государственными крестьянами не присоединяли в большом количестве. Просто потому, что в государственной деревне младенческая смертность была несколько ниже, чем в крепостной деревне. И государственный крестьянин жил немножко лучше, чем крепостной. Это было очевидно и для современников. Но другое дело, что помещики и чиновники постоянно сетывали на беспорядке в государственной деревне. Но это, как знаете, можно вспомнить там рассказы Лескова про военные поселения. Про прапорщика из солдат, который изобрел кирпичный забор такой в дырочку, где кирпичи не смыкались друг с другом. И ими вот огораживали какие... Белили и звездка еще. Это было очень красиво. А на вопрос, а что делать, если корова об него потрется, потому что она его завалит. Он говорил, что надо следить, чтобы коровы об такие заборы не терлись. И в этом смысле военное поселение – это попытка сделать из государственной деревни некий образцовый мир по представлению чиновников и помещиков. Но крестьянин отказывался жить в этом мире. Потому, что вот то, что воспринималось начальством как грязь, беспорядок и леность, было разумной экономией сил и трудовых ресурсов крестьянина, который был нежелезный. И который понимал, что если он будет песком дорожки посыпать, то он умрет на несколько лет раньше. И дети его осиротеют до того, как сами войдут в взрослое состояние. А в помещей деревне не было пределов для фантазии с цветниками, дорожками и тому подобного. И вот результат. То есть, крестьянство государственное размножилось гораздо эффективнее в первой половине XIX века, чем крестьянство крепостное. Очень интересно. Про что в следующий раз поговорим? На этом мы закончим. В следующий раз мы будем говорить о смуте. Это еще один будет серьезный такой важный разговор. А дальше я хотел бы коротко очертить основные проблемы XVII века, которые мы уже некоторые затронули, и начать серьезный разговор об абсолютизме, который, возможно, займет тоже не одно, а два выступления. Ну что ж, очень интересно. Друзья, задавайте вопросы. И я напоминаю, что Кирилл Борисович не только у нас на канале выступает, но еще и вживую ведет замечательные экскурсии. Там намечается поездка в Южную Африку, напоминаю. В середине августа мы слетим в Кейптаун, и там проведем пять дней, созерцая китов, котиков, форт XVII века, посещая дегустацию южноафриканских вин, ну и вообще, будучи почти на самой южной точке Африки, я думаю, так далеко на юг мало кто из наших слушателей залетал. Поэтому милости просим с нами в Кейптаун. Приезжайте, Кирилл Борисович еще очень интересно расскажет про Англо-Бурскую войну и Нельсона Манделлу. Безусловно. Спасибо, Егор Николаевич. До свидания. До новых встреч. До новых встреч, друзья. На сегодня все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова